Я встретил быка, который стоял на одной ноге, и эта нога символизировала принцип футбол истинности, правдивы. Итак, в Сатя-югу у этого быка четыре ноги. Одна из них это тапа, медитация. Дой означает доброта, а также сатям, то есть олицетворение броди. И когда закончилась Сатя-юга, то и также одной ноги не стало тапы. И затем в Серебряный век не стало чистоты, да. И затем уже в следующую эпоху не стало и доброты. Но в Кали-югу существует только Бог в форме Своего имени, и это и есть сатям. Там, где Господь, там везде истина. Прежде Вы сказали, что Вы не женаты, но Вы женаты. Вначале Вы были рахмачалии, затем Вы женаты. И у Вас ребенок. Вы домохозяин. Сейчас я не понимаю, какой у Вас стадо. То есть он меняется. Раньше он был христианин, потом буддистом. Сейчас он опять вернулся к Богу. То есть это изменение, да. Но Господь это абсолютная истина. Он является воплощением абсолютной истины. Понимаете? Итак, к какому Вас вопрос? Мой вопрос в следующем, что черепашка это рождается. У нее есть два пути, в океан или к отсидящему всегороду. Но обои пути, в конце концов, ждет смерть. То есть что она в море умрет от Акулы или от смерти, что там она умрет от Азаки. И как мы знаем, что параматма ведет обои к черепашкам. То есть она... Поэтому это тоже такой выбор. И, соответственно, вот как бы из этого подстекает дальше по лекции, что есть... Ну, как бы сказать, что счастья в материальном мире нет. И... ...